Для меня и наверное для многих из вас это радостный день и праздничный, поскольку мы с вами собрались уже на 26 съезд нашей партии и ни одна другая политическая сила в нашей стране не смогла еще провести так много своих съездов. Но это естественно, поскольку мы первые вышли на политическую арену, хотя многие сегодня не очень четко определяют первые страницы русской демократии, иногда забывают сказать, что первой политической партией была зарегистрирована именно ЛДПР. Мы были учреждены в декабре 89-го, первый съезд в марте 90-го и вот уже 26-й съезд. Это для нас праздник, поэтому я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение, улыбки на лице, несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что сотни делегатов не смогли добраться и находятся еще в пути, ибо как раз занесли дороги тех областей, по которым они пробираются к Москве. И особенность данного съезда, что здесь впервые собрались 6 тысяч участников. Это тоже показатель, который пока еще не смогла достичь ни одна политическая сила. В любом случае я имею в виду в основном оппозиционные партии, не правительственные. Ну и мы уже имеем отношение к высшему руководству страны, ибо наш депутат почти 13 лет назад вошел в состав правительства. Он и сегодня в Государственной Думе, я имею в виду наш бывший министр Туда Калашников Сергей Вячеславович. У нас были заместители министров, мэры городов, губернаторы и Псковской области, и Мариэл, и Кабартина Балкария. И сегодня мы рады приветствовать здесь в президиуме съезда нашего губернатора в Смоленской области, Островского Алексея Владимировича. Поскольку это уже наиболее зрелое участие наше в управлении страной. И мы уверены, что он с нами будет всегда, и это будет один из лучших губернаторов. Уже почти скоро год будет, успехи налицо, и мы надеемся, что избиратели Смоленской области по достоинству оценят его стиль руководства. Я каждый раз, уже 26-й раз, выхожу без всяких бумаг. У нас нет аппарата, который бы написал мне шпаргалки по каждому разделу. Когда мы наблюдали съезды КПСС, генеральные секторы выходили и долго и нудно зачитывали доклад, сообщая об успехах. Они были в нашей стране, но почти не касались недостатков или хотя бы не скрывали причин, удаление которых могло бы ускорить развитие страны. Именно сверхидеологический режим, когда в один формат были загнаны и партия, и армия, и КГБ, и профсоюзы. То есть все в одном стакане. Это долго не может протянуться. Эту ошибку они должны были исправить. И делались шаги к этому. Многопартийность всегда была в России. Можем начать с декабристов и народники в 19 веке, и огромное количество партий в 20 веке, и продолжение партийного строительства после Октябрьской революции. И особенно стало ощутимым в последние годы Брежнева, Брежневской эпохи. И, наконец, перестройка. Хотя мы не очень рады сценарию перестройки. И, наконец, 90-й год, когда была отменена статья 6, которую сегодня никто и не вспоминает, и никто и не знал о том, что в нашей последней советской конституции было четко написано, руководящей и направляющей силой советского общества является Коммунистическая партия. Это красивые слова, но тогда в такую партию полезут все. И в основном ради карьеры. Ради приобретения благ. И они полезли. Этих людей нельзя обвинять. Потому что иначе вы не получите никакой руководящей должности. Можете даже диссертацию не чтить. Не поедете за границу. Может быть, даже квартиру не получите. Это неправильно было. Все это осознали. И в последние годы, с 87-го по 91-й, мы хотели уменьшения роли КПСС. Чтобы нас не зашла до одной из нескольких партий. Отличие ЛДПР. Мы не бегали по улицам Советского Союза и не кричали «Долой КПСС!». Мы не бегали и не кричали «Долой Советский Союз!», «Долой Советскую Армию!», «Долой КГБ!». Это нас отличило от всех партий. Потому что все, кто начали появляться, они почему-то считали своим долгом начать бить по государству. И по силовым структурам. Хотя государство всегда нужно. И силовые структуры всегда нужны. Надо было даже и по КПСС не бить, а поддерживать медленные-медленные реформы во всех сферах жизни. Но внешним силам это было неинтересно. Сценарий внешних сил был не в том, чтобы модернизировать Советский Союз. И к той мощи 90-го года, а это было самое мощное государство в мире по совокупности. И промышленному, научному, техническому. Еще бы они бы нам помогали модернизировать, чтобы мы еще мощнее стали. Это в их планы не входило. И, наверное, это естественно. Нам с вами сегодня тоже не очень выгодно, чтобы какая-то страна очень бы модернизировалась и составляла бы для нас более сильного конкурента в экономической и иных сферах. Поэтому сценарий был наоборот. В первую очередь, расчленить государство слишком большое, использовать для этого национальный вопрос. Это тот самый национальный вопрос, который был неправильно решен в трудах Ленина и других большевиков и реализован с 1917 года по 1991 год. Страна и была расчлена по национальным республикам. Если была бы единая страна Россия, как сегодня, и везде живут русские, то, наверное, русский народ бы сказал, а что мы делим, собственно. Русские и в Ташкенте, и на Камчатке, и в Риге, и в Тбилиси. Мы что собираемся делить? Ну, раз были созданы полугосударства в лице союзных республик, а у них был герб, флаг, гимн, свой государственный язык, поэтому очень легко было незаконно разделить страну на 15 частей и 14 новых государств отошли. Хорошо упакованных, с хорошей промышленностью, с огромным количеством людей, практически половина, с научным потенциалом, преподавателями, культурой. Это как вот большая квартира и лучшие комнаты мы отдали, оставшись полкухни, полтуалета, полторы спальни и проходной коридор. А все остальное ушло тем, кому мы сами добровольно отдали, полагая, что это наше единое государство. В этом, как бы, был заложен такой идеологический обман. Мы жили в рамках одной страны, а нам говорят в 91-м году нет больше такой страны и нарезали границы. Почему это произошло? Потому что мы в 17-м году взяли чужую модель экономическую, идеологическую, политическую по всем позициям. В мире всегда будут возникать различные идеологические течения. Возник марксизм, который критиковал капитализм и сегодня эта критика остается. У капитализма на первом месте прибыль, но наличие прибыли позволяет развивать экономику и расширять рынок и позволять гражданам получать рабочие места и свои доходы. и в перспективе можно было бы трансформировать капитализм, чтобы он не был бы таким жестким, жестоким, как сегодня мы видим на Кипре. Это уже не советские большевики конфискуют деньги и драгоценности у первых советских граждан. Моя мама еще должна была прийти и сдать все свои украшения, сережки на весах вешали. Вот сколько тут у тебя? 200 грамм? Вот 200 грамм подушечка конфетки за все золото, которое могло быть у женщин, которые испокон веков имели украшения, обручальные кольца там и все остальное. Даже советская власть дала 100 грамм конфет за 100 грамм украшений. А брюссельская власть просто забирает 15-20 процентов они еще никак не могут посчитать. Но деньги это там хотя бы треть нашей с вами. Поэтому снова конфискация русских денег. Поэтому нельзя говорить о стране не касаясь внешней политики. Ибо через 5 лет, через 4 года, в 2017 году мы будем с вами отмечать годовщину создания первых масонских лож. Там в Париже они собрались, граждане разных стран. Масон по-русски строитель, каменщик. Вот дома строят, камень на камень, кирпича кирпич и так далее. и они решили назвать себя вот такая ложа каменщиков. Давайте построим другой мир. Идея хорошая. Тогда не было партий. Почему появились масонские ложи? Это было начало гражданского общества. Но и гражданского общества не было. Были короли, знати, дворяне, графья и так далее. Вот это первые люди, которые хотели подумать. Но они были с деньгами, естественно, и немножко образованные. Они сели и говорят, а кто у нас враг? Кто нам мешает с вами, европейцам, развиваться быстро, без войн, без потерь? И приняли решение, что враг там, на востоке. А на востоке уже была Российская империя во главе с Петром Первым, которая уже громила поляков, шведов, турок. И это их побеспокоило. И огромная территория больше, чем сейчас. Вот они приняли это решение, о котором почему-то не написано в учебниках истории. мы пишем битва под Полтавой. А вот начало борьбы с нами запад-восток вот началось. И это продолжается по сегодняшний день. революции. что все революции и войны в Европе они были естественные, но монархи не хотели терять власть. Кто спасет? русский русский и обращаются к русскому царю. И русская армия идет и спасает их всех. Но люди хотели революции, хотели сбросить своих монархов, а тут приходят русские. И что появляется у европейцев? Ненависть. Кто остановил революцию в их странах? То есть по линии царь-король, монархи, они договаривались. Сами бы они не устояли. Ни французские короли, ни Австрия, ни все остальные. Сперва мы их пугаем своей огромностью, а потом приходя к ним по их приглашению, они просят. Но народ-то из окна выглядывает. Революция, а тут русская конница, русская альтерелья, и все сдаются. Но это вот продолжалось. Наполеон появился, все сдаются. Кто спасет? Опять к русскому царю. Суворов двигается, Альпы переваливает. Все хорошо, помог спасти. Еще Наполеон был слабый. Но что в остатке? Разозлил Наполеона. И теперь окрепнув, он задушит все европейские страны и отомстит русским. За то, что не его, молодого Наполеона остановили в 1799 году. Через 13 лет он покажет. Но мы приходим снова в Париж. Мы опять идем, освобождаем вроде бы Европу, но европейцы солидарны. Они боятся, что освободив Европу, русские останутся. и постарались нам практически ничего не дать по итогам разгрома Наполеона. Отдали Польшу. Нам это вредно. То есть нам вроде бы дали что-то, но это вредно. Нам Польша была не нужна. Но надо было брать что-то, раз война мировая закончилась. И вот поляки наши враги уже 200 лет. И они не виноваты, и мы не виноваты. Но европейцам Польша не нужна. И нам не нужна. Но надо как-то рассчитаться с Россией за вклад в борьбе с Наполеоном. Вы скажете, какая связь сегодняшним днем прямая. Потом будет Крымская война. Это что было 1854 год? Это было начало Первой мировой войны. Они подошли с юга к Крыму, с запада к Петербургу, на Дальнем Востоке к Камчатку. на Камчатку. Но слабые еще. Это не нашествие Гитлера. Слабо. Мы отстояли. Хотя считается, что в Севастополь мы сдали. Это практически было не было поражения. Ибо нога неприятеля не ступила на русскую землю. Мы просто так сказать не смогли их победить, но и они ничего не смогли сделать, они ушли. Но они запомнили поражение. И добить Россию. И вот вам наступает 20 век, стравливают нас с Японией. Япония не хотела воевать, но американцы деньги, а британцы их подшпиливают. То есть опять мы в повестке дня постоянно. И сегодня вот Кипр это мы там. Слава Богу, они солдаты погибают, а деньги русские погибают. Но все началось тогда, с 1717 года. И потом первую русскую революцию за деньги делают. А с нами как связано? Болотное это за деньги. Там вывели людей в Петербург на улице трясти Российскую империю ослабить. И здесь вывели на болотную ослабить. Все звенья одной цепи. Бить по русскому государству. Наконец Первая мировая война. Рухнула Германская империя, Австро-Венгрия, Османская. Но самый большой удар наносится по Российской империи. Рухнула хорошо. Надо добить, надо ослабить. И тогда засылаются большевички из Европы, троцкисты из Америки. Куда ездил Дима Гудков? В Вашингтон. С кем там встречался? С самыми ярыми антирусскими организациями. Freedom House, Transparency, International и так далее. Все повторяется. Все повторяется. Поэтому чтобы правильно понять, что происходит в стране, надо знать всю мировую историю, мировую экономику. И что делают? Великая провокация. Оккупируют нашу страну. С севера высадились англичане и американцы, японцы и Дальний Восток, французы с юга. Для чего? Помогать красным или белым? Нет. Грабить. И все, что было на наших складах при отправке на север, Архангельск, Мурманск, все вывозят туда. С Дальнего Востока все вывозят. С юга все вывозят. И естественно поиграть. Белым поможем, но не помогают. Красные поможем, но не помогают. Поэтому вот такие игры, они конечно привели к тому, что нас ограбила Антанта и красные и белые порубали, уничтожили лучших наших сыновей. Но все равно потенциал был сильный и советская власть восстановила территорию кроме Польши и Финляндии. Нет, покатится. Ну, восстановили страну. Успокойтесь. Ну, богатая страна ведь еще. Все равно, после грабежей всех. Но идеологический режим, сталинский режим, индустриализация правильная. За чей счет? За счет русского народа. Ограбить русских христиан. Рабочих не хватает? Вот тогда возьми мигрантов. Нет, женщин погнали на фабрики и заводы. Скажете, а сейчас какая разница? С чем связано сейчас? А с тем, что сейчас они женщины рожать не могут, поработав кувалдой, на заводах и фабриках. Это сейчас 6 миллионов бездетных браков. А того, что по каторгам и тюрьмам мужчину России, и сегодня их не хватает больше 10 миллионов. Это все цепочка. Это генетическая цепочка. Когда наши люди постоянно находились в состоянии обороны, мы с тысячи лет русского государства 700 лет воевали против них. Вы можете понять? 700 лет войны и только 300 лет мира. И 100 лет 70 лет войны, 30 лет мира. И 10 лет 7 лет воюем, 3 года залечиваем раны. А это влияет на демографию, на культуру, на экономику. Они ударили по русским тысянам, по русской церкви, по русской армии. вспомнить этих прекрасных русских генералов Скобелев, Ермолов, Брусилов, Корнилов, Врангель, Колчак, Деникин, Слащев. С той бы армией мы бы раздолбали в пух и прах Германию в 18-м году. И план наступления был готов. Но другие были планы у Берлина. Запустили за деньги сюда нам провокаторов, которые армию разгромили. Это делал и Керенский, и меньшевики, и большевики, и все было куплено, вся революция, пресса была. Вот московский комсомолец, тогда они все окрысились на царя. Царь плохой, депутаты плохие, помещики плохие, армия плохая. Все плохо было. Почитайте газеты 17-го года, почитайте московский комсомолец 2013-го года. Все плохо. Все везде проституция, все везде тупые, глупые, в чистом виде. Пресса 17-го в Среднюю Азию, под Ташкент. Ибо только греки и итальянцы их добивали уже, остановил это добивание Ленин. и здесь отрывает у русского народа питание, золото, деньги, оружие дает туркам, которые являются националистами. Тогда уже мечтали о захвате Кавказа в Средней Азии. Вы помните? Вот он, Ленин, сегодня создал Турцию, которая у нас отрывает Кавказ в Среднюю Азию. И мечтает от Стамбула до Барнаула создать великое тюркское государство. А заложил Ленин. Он все заложил, чтобы не было России, чтобы был Евросоюз. Но с кем он борется Евросоюз? Вот он мечтал, Ленин, Соединенные Штаты Европы. Вот они есть. Только не наши мозги забрали 10 миллионов, а теперь наши деньги забирают на Кипре миллиарды. И это все связано, потому что это все продолжается. Но продолжается в самом закамуфлированном виде. Если тогда они в открытую готовили и засылали к нам, то сейчас это делается тайно. Я в Париже видел центр, где тренировали Гайдара. Что они покажут наши журналисты этот центр? Что они покажут список, который американская фирма Кролл дала о всех деньгах КПСС и о всех деньгах новых олигархов? Ведь список есть сколько и куда вывезли. Но Гайдар невыгодно было, ибо в этом списке были все те, кто пришел незаконно к власти в 92-м, 93-м годах. Новые большевики только под другими знаменами. И последние годы американцы применяют другие методы борьбы с нами. Они изучили историю, они поняли, войной русских не взять, еще хуже будет, русские придут в Брюссель и Лондон, водкой не взять, наркотиками не взять, коррупцией не взять, коррупция везде. Мы вам, а не нам, мы вам. Это может коррумпировать всю планету. Уровень коррупции в Германии и Франции и в Испании ничем не выше, чем у нас. Тогда нужна идеологическая диверсия, но не под знаменами либерализма, социализма, а через общественные организации. Назвали их хитро НПО, неправительственные организации. Создали их тысячи по всей нашей стране, слова красивые, демократия, гражданское общество, права человека. И начали проводить оранжевые революции. Народ вышел на улицы. Это вы заплатили, чтобы он вышел на улицу. Народ требует, вы написали лозунги, чего он требует. Народ приводит к власти честных людей. И мы видим этих честных людей. И в Киргизии, и на Украине, и в Грузии. Прошло короткое время, погнали в Киргизии этих честных участников первой оранжевой революции. В Грузии добивают этих честных революция МИМОС, как там у нас называлось у них. И Апельсиновая эта революция в Киеве, где он тут? Тимошенко в тюрьме, Ющенко стыдно появляться где-либо. Не получилось. Давайте устроим снежную революцию в России. И вот эта вот структура действует сегодня в США. Огромный идеологический аппарат. Сейчас здесь сидит представитель американского посольства. Он себя не обозначает. Но естественно он слушает. Названия все красивые. Международное агентство, агентство по развитию демократии, Национальный институт республиканской партии. Безобидные названия. Смысл один. Внедриться в элиту российского общества, и это они стали делать в 1945 году, через подкуп. Почему коррупцию сегодня нас обвиняют? Эту коррупцию нам принесли американцы. Они стали подкупать элиту КПСС. Горбачева они привели к власти. Мы с вами не знали, кто будет после смерти Черненко. А они уже знали. Еще Черненко жив был. Потому что они готовили заранее. Управление кадров готовили. Как действовать стали они? Ну вот права человека. Давайте. Кто против того, чтобы расширять права человека? Давайте свободную прессу. Но какую? А как московский комсомолец? Поливая грязью каждый день. Тогда свободная пресса. Радиостанция, как эхо Москвы. Телевидение, как дождь. То есть влезть в мозги. И только в 2011 году они истратили на обработку наших мозгов 23 миллиарда долларов. Поэтому вот это вот новая экспансия идеологическая. Все центры там, в США, частично в Лондоне, в Париже, в Берлине. Специальные фонды. Фонд Фридриха Наумана. Чем занимается? Поддерживает либеральные партии. Кого они поддержали? Яблоко. И мы знаем, что такое яблоко. И Сахалин знаем, и политику их на Кавказе, и все остальное. И знаем, что ставка была на Явлинского. Сделать из него русского Ющенко. В 90 году начали, бросили через 15 лет слабенький. Потом занялись Касьяновым, Немцовым, сейчас там Навальный, Гудковый и Удальцовый. Вот еще десяток большевичков новых есть. Поэтому это вот нужно все понимать. Деньги нужны для этого. Деньги дают самые богатые люди. Это Дэвид Рокфеллер, Ротшильд, самые две мощные структуры. Один американский миллиардер, другой французский, Сакс, Сорос и еще там десяток имен. Но нужна структура. Кто всем этим руководит? Структура называется скромно Бильдербергский клуб. Клуб там, где люди собираются поговорить. А Бильдерберг отель в Голландии, когда первый раз собрались. И практически они считают себя мировым правительством. У них нету никаких функций. У них есть деньги. Туда Хилари Клинтон сейчас входит, ушла в отставку. А до этого муж входил, Билл бывшие руководители ведущих стран мира, министры финансов или крупнейшие миллиардеры. Вот они собираются раз в год в совещание. Кого будем валить повестка дня? Шеварнадзе. Кто будет в Саакашвили? Запускайте проект. И побежали все. А начали с Сюгославии. Сюгославии, потом Грузия, потом Украина, потом Киргизия. К России они уже радовались. Уже был состав правительства. Уже хотели объявить все. Началась оранжевая революция в России 5 декабря 11 года. Они вышли сотни тысяч, Москва бурлит. И показывают кадры, как в Греции вышли. Они уже совсем не соображают головой. Они думают, все люди до того тупые, что не понимают, что в России пальмы не растут. Встречайте блестательная Лариса Гузеева в комедийном спектакле «Клара, деньги и любовь». 29 марта в городе Волжском, 30 марта ЦКЗ Волгоград. Вы решили жить в собственном доме и вопросы сбивают с толку? Задайте вопрос на сайте частный архитектор РФ. Профессиональный подход к проектированию с использованием современных технологий. Пелагея ЦКЗ 25 апреля Презентация альбома «Вишневый сад». Билеты в кассах и по телефону 50 15 50 Еще раз Легенда эстрады Автор и исполнитель Вячеслав Малежик с новой программой «Жить, чтобы любить» 3 апреля в Волжском 4 апреля в Волгограде Билеты в кассах Это все от нас осталось. Это мы вооружили нашего будущего врага. Как американцы подготовили маджахедов талибан против советской армии. Советская армия ушла сама. Что там делать? Они стали ими же подготовленные боевики стали биться с американской армией. Так и мы научили Америку как готовить руководителей будущих зарубежных стран у себя. Немцев подготовили к войне хорошо. Летчиков Липецкий, танкистов в других местах. Горючим снабжали. Еще 21 июня мы заливали керосин и бензин в немецкие танки и самолеты. Сталин знает, что завтра война, а пшеницу идет в Германию. Топливом заливают все баки, чтобы быстрее дойти до Москвы. Недальновидность политики, незнание, необразованность. Все советские руководители никакого образования не имели вообще. Вузы не то не кончал, но некоторые хотя бы три класса имели, а некоторые три класса не имели. Самый высокий уровень образования семь лет. Семилетка. Ну как можно управлять огромной страной с семиклассным образованием? Но если не всю элиту уничтожили, где же они возьмут образованных? Поэтому сегодня мы с вами когда думаем а что там ЖКХ, а что там плохие дороги, а где-то безработица, где-то у нас не хватает жилья, ветхое, где-то проблемы в семье, это все связано. Мы с вами часть глобального мира. Вот они идеологически били-били по нам. 12-й год тишина, протесты стихают, 13-й тоже тихо. А как бы еще долбануть Россию? Как? А по деньгам ударить? Ишь-то денег у них много появилось свободных. Действительно бросят сейчас на науку, на армию, и потом попробуй их догони. Станут мощнейшим государством в мире. Это ведь мозги русские. Это русские изобрели первый телевизор, радио, телефон, космос, лучший в мире танк, победитель Второй мировой войны. И сегодня они знают, что у них сидят везде русские инженеры, конструкторы, физики, химики, биологи. Они же боятся, что если русских оставить в покое, с этими деньгами, никаких революций, через 10-15 лет государство номер один. мы желаем успехов и нашему соседу Китаю. Его руководитель честно приехал сразу в Москву, хотя мог бы поехать, как Янукович Евросоюз. Вот он брат славянский, православный. Куда он попер после избрания? В Брюссель покланяться дядюшкам. И сейчас требует от Верховной Рады говорит все принять, все принять, что требует Брюссель, лишь бы войти в Евросоюз. Там уже шатается, там уже уходить собираются, но он все еще собирается вступить туда. Это, конечно, неприятно нам. когда враг предатель совсем близко в нашем родном славянском православном доме. А новый руководитель Китая нам тоже близок, потому что еще год назад он знакомился с нашей фракцией, все выслушал, что ему сказали, китайские чиновники все записали, а я сказал приблизительно вот в том аспекте, как сейчас, это способ получить дополнительные источник информации, которая может послужить на пользу для формирования внешней политики Китая. Но сегодня нас пытаются запугать, вот Китай, у Китая нету планов войны с Россией, но надо спровоцировать, надо запугивать, надо устроивать провокации, на Даманском устроили в 69-м году, надо юг поджигать, пускай будут угрозы для России с юга, и мы видим, как демит Чечня, Дагестан, Ингушетия, а если не демит, то финансы уходят, они везде, мошеннические схемы есть, но там концентрировано, видите, 100 тысяч детей не могут найти, справки есть, под справки деньги, а детей и не было, это называется мошенничество. Поэтому сегодня мы с вами в состоянии рабочим, сегодня ЛДПР является единственной партией, у которой свой избиратель, свой, родной. Сегодня здесь присутствуют студенты, будущие политологи и в целом молодые активисты, участники съезда, они уже родились, когда им в школах на уроках истории говорили про различные партии и в том числе про ЛДПР. Поэтому современное поколение уже не воспринимает ЛДПР как партию, которая новая, это часть российской истории. Молодежь, она всегда слегка отрицательно относится к родителям, к учителям в школе, к родителям, учителям в школе, к начальникам. Поэтому сегодняшняя проправительственная партия, она, конечно, не может охватить весь электорат. И молодое поколение, оно всегда хочет собственный вклад сделать. Всегда дети хотят что-то сделать по-другому, чем родители. Молодые сотрудники на любом, в любой организации лучше, чем ветераны труда. Поэтому, естественно, молодое поколение будет выбирать из неправительственных партий. Ибо к правительственной партии у молодежи отношение такое же, как к родителям. Надоели родители, ворчат, все, это не делай, это не делай. В школе учителя, давай, занимайся, у тебя там тройка, двойка. На работе начальника пускает каждый день, так сказать. Им хочется с теми, кто их не донимает. И здесь выбор огромный сегодня. Мы поддерживаем, чтобы было много партий, хотя это и создает анархию. У них есть возможность выбрать ЛДПР, и сегодня они ее выбирают, потому что это самая откровенная партия, самая честная. Болотная вам ничего плохого про Америку не скажет, ибо там поддержка. Туда ехать надо на отчет, там же получать довольствие, деньги. Коммунистам тяжело на них ориентироваться, это тоже зарубежное влияние, это опора на Маркса, на марксизм, на всемирное левое движение. Это нельзя сказать, родная наша партия. От ЛДПР это как раз чисто явление русской политической мысли. Мы в 17-м году были бы единственной единственной политической партией, которая бы не выступила против царя. Все депутаты Царской Государственной Думы и все партии против царя долой, долой. Ну что получили? Ушел царь. Расстреляли царя. Что получили? Кромешный ад, красный террор. Но в 90-е годы мы уже были. Мы видели недостатки КПСС, проблемы Советского Союза. Но мы не требовали разрушения их. А вы разрушили. Вот та болотная во главе с Гайдаром, Чубайсом, Бурбулись, Шахраев, все остальные, тут тоже была болотная сегодняшняя. Чтобы наше новое поколение понимали, что мы против болотной не потому, что там много нормальных хороших людей, как было на площадях России, в Москве, на Манеже. Но кто руководит и куда поведут они? КПСС было очень много честных коммунистов. Но куда их повел Горбачев, а потом Ельцин? А за это надо отвечать. Нельзя говорить, а мы не поняли. Не поняли? За это нужно платить. Вы переплатите на Кипре миллиарды. Это всем понятно теперь, да? А президент страны 10 лет назад предупредил. Забирайте деньги оттуда. Потому что он знал, что так будет. Он не мог назвать дату. Эта дата наступила март 2013 года. Но злорадствовать мы не можем. Как не можем злорадствовать смерти Березовского, поскольку его последний вывод, который он сделал, жизнь потеряла смысл. Почему? Денег было много, счастья не получил. Влиял на все политические процессы, результат не получил. Жен менял, результата нету. И последняя в суд пошла. Друзей растерял. Друзья оказались больше врагами, конкурентами и соперниками. Почему так случилось с ним? Он очень хотел вернуться в Россию, потому что гражданин той страны, где он вырос и зная, что впереди все-таки уже мало лет остается, он хочет вернуться на родную землю. Даже если он совершал преступление, хочется уткнуться в родные пенаты. Так вот он что сделал? Он работал на себя. Это недопустимо. это был ярчайший индивидуализм. Все его логовазы, авва, энда, туда, аэрофлот, Сибнефт, то сюда, Кремль, дочь президента, все-все, телевидение, все-все, все ему принадлежит. Он повторил судьбу КПСС. Та тоже не увидела смысла жизни и разбежалась в августе 91-го года. Не было смысла существования той партии, которая потеряла страну, потеряла экономику, потеряла доверие избирателей. Вот два исторических примера. КПСС август 91-го, Березовский март 2013-го, через там 20 лет. Смысла нет. Вот ЛДПР этих ошибок не совершает. Мы никогда не сделаем ничего, чтобы ослабить российское государство. Мы никогда не выступали против армии, ФСБ, против наших рабочих, крестьян, против мелких предпринимателей. Но нам неприятно смотреть на этот новый, молодой, частный сектор. Ведь в чем наша причина сегодня? Все требуют другой экономики, либерализации. Государство, уходи, оно уходит. Частный сектор, приходи, а он приходит, он приходит, забирает деньги и тоже уходит на Кипр. Что остается? Государство ослабло, а частник сбежал с деньгами с нашими. Вот и все. Мы не против частного сектора. Индивидуально человек работает хорошо. Березовский был бы самым лучшим фермером, самый лучший там, не знаю, руководитель какого-то предприятия. Он все бы сделал хорошо. здесь, на нашей земле. Лучше, чем какая-то государственная структура. Но он хотел только для себя. Это нельзя. Но честно, пожалуйста, зарабатывай. Но когда вы обманываете миллионы, становится стыдно. Стыд приходит. Какой бы алчный, жадный не был человек, ему становится стыдно, он понимает, что он деньги этих людей истратил. Он родился в России, он учился здесь, вступил в КПСС, украл у всех миллиарды и миллиарды. И читая отрицательную статистику, он понимает, что это же почувствовал Ельцин и со слезами на глазах ушел декабрь 99-го года. И ушел совсем. Это же почувствовал Гайдар и ушел из жизни. И вот почувствовал Березовский и ушел из жизни. И я фигурально выражаясь, как оборот речи, 20 лет назад, обращаясь к нашим новым новоришам, олигархам, богатеньким, говорил, ребята, у вас три пути. Тюрьма, эмиграция, могила. Я вовсе не хотел, чтобы они садились в тюрьму, чтобы они умирали, но так получилось. Березовский умирает в Лондоне, Ходорковский сидит в тюрьме. А кто-то до сих пор находится в эмиграции. Да не кто-то, а 10 миллионов лучших мозгов. Вы вспомните, советская власть всех лучших выгнала в тюрьму на каторгу. Потом немцы то же самое сделали. Потом Брежнев закрутил все гайки. все ходили понурые. А теперь снова открыли, все раскрыли. И вся лучшая часть быстро уехали, они хотят свободы. Знаете, как тяжело в стране. Ко всем приезжают, а от нас уезжают. Вот сейчас у них плохо тоже снег идет. Так как у них в этом году идет снег, а у нас тысячу лет идет снег вот так. Снег. Все замерзает. Они говорят, у вас в России плохие дороги. Давайте у вас снег, зима будет 8 месяцев, мы посмотрим. Ты бы табуретку здесь поставил бы, сидел бы. Вот они пускай поживут в таких условиях. 8 месяцев зима. Делегаты съезда не могут добраться. На хороших теплых автобусах скорость 30 км в час и стоят. Ну что это такое? Вот они пускай узнают. Пусть Гольфстрим еще больше остынет и повернет налево. Что будет с Европой? Мурманск. Воркута. Европу ждет Воркута. Воркута. И нас где-то подморозит. Где-то потепление подтопит все прибрежные города. Тундра, где у нас все на сваях, а брушатся дома и заводы. Но у нас есть центральная часть. Мы все равно благодаря территории выживаем. А Европа не выживет. Голландия, Дания, Норвегия, Лиссабон, все под воду уходит. Или все замерзает. Все остановится. Но мы не злорадствуем. Мы просто им говорим. Вы на Западе, посмотрите, мы вот так живем тысячу сто пятьдесят лет. А в состоянии войны мы так же, как ваша армия в Афганистане, в Ираке, в Ливии и сейчас в Сирии. Вот так мы, как осажденный лагерь, постоянно против нас прут враждебные нам силы. Как вот развивать экономику, культуру, когда обстреливают Дамаск каждый день. Поэтому мы, я хотел бы, чтобы члены ЛДПР все это понимали, знали, что вы всегда были патриотами России, что вы всегда любили Россию. И не очень обижайтесь на иностранцев. Всегда завидуют богатым. Мы богатые не деньгами в кармане. Мы богатые огромной пашней, которая нас прокормит, если мы начнем ее правильно обрабатывать. Мы богатые огромными запасами воды, а миллионы погибают от жазды. У них воды нет. Мы богатые транспортом перевозить любые грузы от океана до океана. У них нет. И недра у нас есть все. у них ничего нет. Нет ничего. Пустая европейская земля. Все шахты закрыты. Бельгия и Франция. Они все вычерпали. Все деревья завяли. Страшная экология. Все реки почернели. Средиземное море они не купаются. Они сидят на берегу в дистиллированной воде, в бассейне только туда входят. И конечно смотрят туда на Россию, где горы, степи, леса, тайга, огромные города, огромные пространства и самое главное талантливейший народ. Поэтому я вас прошу на местах усильте партийную работу. Демократия должна быть снизу, сверху, из Москвы. Только я или высший совет, депутаты, нам тяжело проконтролировать всю партию на местах 44 тысячи поселений. У нас не в каждом поселении может быть даже один член партии. Поэтому вас прошу возьмите под контроль все финансовые ресурсы, все штаб-квартиры, всю пропаганду, заключайте договора с коммерческим телевидением, радио, выпускаете газету. Все, что нужно, мы из центра поможем. И на местах вы сможете. омолаживайте, обновляйте, оздоровляйте. Это вечно относится к аппарату кадровой работы. Мы с большим уважением относимся к старшему и среднему поколению членов партии. Их никто ни в каких правах никогда не должен ущемлять. Но есть вакансии, есть выборы в МСУ, где мы с трудом закрываем 20-30 процентов мест. Ну вот здесь молодежь-то и хочет. Уже 18 лет можно. Так подтолкните их туда, как желтеньких цыпляк, чтобы потом подрастут они и что-то из них получится. В этом смысле есть возможности дать стопроцентные шансы для всех, для всех для вас. Но молодежь это энергетика, это творчество. Кто все революции устраивает? Посмотрите на арабские революции. Это молодежь до 30 лет. Кто шумит на улицах Европы? Греция, Кипр. Это тоже молодежь. У них больше азарта. Они легки на подъем. Поэтому старшее поколение все, что можно делать, и среднее. Но дайте возможность в поле выйти и сотням тысяч активистов ЛДПР, которые могут, но они стесняются, они не знают, что можно делать. Сейчас мы могли сделать с вами сколько? Приблизительно три, наверное. Сколько членов участковых комиссий мы могли направить? 100 тысяч. Вот только в Москве 3 тысячи мы направили. Вот 100 тысяч человек на 5 лет могут стать членами участковых комиссий. А это с работы нельзя уволить. Это какая-то зарплата, это учеба. Вот 100 тысяч надо все это использовать. И с 18 лет можно. А тем более низкий уровень выборов. У нас везде должны быть депутаты. Местное самоуправление, район, город, область, край, республика везде. Вот депутаты Государственной Думы. Вот мы можем сформировать правительство, если потребуется. Они могут стать министрами, могут стать губернаторами, мэрами крупных городов. У них достаточно знаний. Я пять раз был кандидатом в президенты. Никто в нашей стране не был в состоянии физическом и моральном стать так много раз кандидатом в президенты. Побеждать тяжело. Потому что страна сохраняет традиции самодержавия и традиции КПСС. Когда Брежнев умер, потом начались какие-то изменения. Хрущева обманным путем убрали. Сталин тоже умер на посту. И Ленин. Это плохая традиция. Но придет время и мы будем каждый срок избирать нового президента. Придет время и в ЛДПР появятся те, кто в состоянии меня заменить. Сейчас есть такие? Я к вам обращаюсь, делегаты съезда. Не слышу. Если есть, напишите. Вам пост председателя партии. Очень прошу, если вы к кому-то испытываете симпатии, напишите фамилию. Было трудно, чтобы эта фамилия набрала 500 голосов, больше, чем половина делегатов съезда. То же самое высший совет. Там 13 человек. Еще можете вписать кого-то, чтобы мы знали ваши симпатии, кого вы хотели видеть в руководящих органах партии. То же самое контрольно-ревизионная наша комиссия. То есть демократия должна идти снизу. Я буду с ЛДПР вечно, всегда. Для меня, в отличие от Березовского, есть смысл жизни. Мой смысл жизни это помогать всем нашим избирателям, но это нельзя абстрактно помогать. Это через ЛДПР, через ее мощнейший депутатский корпус. Но надо обновлять, я не возражаю, если на следующем съезде в 17-м году появится новый председатель, а я буду руководителем фракции или заместителем председателя Госдумы. Сколько раз выдвиньте меня кандидатом президенты, я пойду. Захотите другого, другой пойдет. Вот они сидят здесь, возможные будущие кандидаты. Наверное, и Лебедев сможет, и Островский сможет, и Овсяников, и Афанасьев, и Нилов, и Дегтярев, и прочее, и прочее, и прочее. Людей хватит. Самое главное, что наш лозунг ЛДПР в центре. Мы понимаем левых, но левые, опираясь на бедных, забывают одно, бедные не хотят быть бедными, они хотят стать богатыми. На правый фланг, когда вы опираетесь на крупных предпринимателей, но не все могут стать крупными предпринимателями, большинство людей посередине. Вот ЛДПР партия середины, партия провинции, потому что богатая Москва не всегда может проголосовать в большом количестве за ЛДПР. Но мы не являемся классовой партией, мы партия всех слоев общества, мы всех избирателей любим, и женщин, и мужчин, и молодежь, и ветеранов. Мы хотим только одного спокойного развития страны. Мы против того, чтобы что-то ломать. Мы за то, чтобы был позитивный результат. Каждый раз, когда вы что-то собираетесь сделать, подумайте про результат. Если он будет отрицательный, зачем вы это делаете? Зачем вы ломаетесь, если что-то не можете построить? Зачем вы отвергаете идею, если у вас нет другой? Зачем вы навешиваете ярлык на вашего не можете? В любом случае, главный лозунг наш с вами это беречь. Беречь каждого из вас. Беречь ваших родителей. Родители это святое дело. Вы все будете родителями. Вы все родились от родителей. И не зря у нас это слова одного рода. Родители и Родина. И малая Родина там, где ты родился. Поэтому это все должно касаться каждого из нас. Поэтому я призываю это исторический съезд 26 съезд ЛДПР. В следующий раз мы соберемся в таком же зале через три года утверждать списки на выборы в Государственную Думу в декабре 16-го. Никаких досрочных выборов не будет. Никаких отставок правительства не будет. Это делают те, которые хотят снова дестабилизировать обстановку. Снова чтобы заполыхала страна под знаменами, чтобы как в арабских странах сожгли бы машины, разбили витрины, разграбили банки и убивали бы людей каждый день. Вот этого они хотят в некоторых западных столицах. Поэтому они забирают наши деньги на Кипре. Слишком богатые мы с вами. Один плюс от этого есть. От этой небольшой потери это в принципе небольшая потеря с огромными деньгами, которые у нас с вами есть. Только в загашниках лежит 500 миллиардов долларов золотом. 500 миллиардов, полтриллиона. Не на что тратить, не могут понять они, на что бы им истратить. Мы бы ЛТПР быстро бы все растратили на народ, на дома, на дороги. Поэтому завершая свое выступление я обращаюсь к вам как гражданам России. Мы должны уважать друг друга, любить друг друга, простить всех и монархистов, и коммунистов, и ельцинских демократов, и ультралевых, и ультраправых, и те, кто сегодня сидят уже в СИЗО, те, кто болеют, лежат в больницах, простить детей наших, которые сбежали из дома, их там обижали, или они просто романтики, они хотят быстрее почувствовать себя взрослыми. Я хочу, чтобы у каждого из вас в душе была гордость, радость за нашу страну. Да, они подходят к нашим южным границам, вслед за Сирией они будут пытаться разрушить Иран, а у Ирана граница с Арменией, а там уже стоит русская армия. Вот их задача столкнуть бандитов, как в Афганистане, с русской армией в Армении. Мы это знаем. Они хотят Афганистан перенести в Среднюю Азию, поэтому они там околпачивают президента Узбекистана, чтобы с юга держать Сибирь, Урал и попытаться отрицательно влиять на Западный Китай. Это вот перезагрузка по-американски. Это искусственная страна, но она обогатилась, навязала язык всей планете Земля, и большинство американцев нормальные люди. У нас вовсе нету неприятия американца как человека, но все решают руководители. Не распознали Ленина и Сталина, не распознали Горбачева и Ельцина, не распознали здесь Болотное, кто эти люди пытаются вас оседлать и провоцировать снова и снова беспорядки. В ЛДПР этого нет. Я никогда не скрывал своих взглядов, об этом знает вся партия, все депутаты, каждый понедельник на собрании фракции я излагаю позицию. Я могу в чем-то тоже ошибаться, но вы должны понимать, в каком положении действует ЛДПР, за партии власти Кремль, самая мощная политическая команда мира, за коммунистами вся левая идеология 150 лет от Карла Маркса до Зюганова, за другими мафия, зарубежные политические центры и огромные деньги, которые текут день и ночь, я писал, 23 миллиарда долларов только в 2011 году, в 2012 еще подсчитывают. А что за ЛДПР? Вот мы с вами здесь обычные граждане России. И в этом смысле мы в уникальном положении. Мы на уровне с этими партиями находимся на политическом олимпе нашей страны. И будем находиться там столько, сколько этого захотят наши избиратели. И никакие другие силы нас не смогут смять. Мы будем их сминать. Мы. Потому что мы не толкали страну к революции. Мы не устраивали перестройку. Мы не поддерживали реформы Гайдара и Ельцина. Мы сопротивлялись авантюрам на Кавказе. Мы берегли наши деньги, нашу культуру, нашу историю. Поэтому наш призыв с высокой трибуны 26-го съезда ЛДПР это беречь каждого человека, беречь наши идеалы, беречь наших граждан, беречь наших депутатов, беречь народ наш, беречь нашу любимую родину, Россию. Да здравствует Россия, да здравствует ЛДПР, да здравствует мир, спокойствие, процветание всех граждан Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые делегаты, продолжаем работу съезда. В президиум съезда поступило предложение на основе доклада председателя принять резолюцию 26-го съезда. Необходимо проголосовать и включить в утвержденную повестку дня пункт 6-й повестки о резолюции 26-го съезда. Кто за указанное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Против нет, воздержавшийся нет. Проходит единогласно. Уважаемые делегаты, в соответствии с требами федерального законодательства о политических партии и уставах ЛДПР избрание руководящих органов осуществляется тайным голосованием. Как вы знаете, повестка дня предусматривает избрание руководящих контрольно-резидентных органов. В этой связи нам необходимо поскольку делегатов очень большое количество 968 прибывших зарегистрированных необходимо в странно-отчетную комиссию в составе 19 человек. По количественному составу нет других предложений? Нет. Ставлю на голосование. Кто за указанное предложение? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»